Привет! С вами Тимур Асланов и видеоуроки по публичным выступлениям. Мы продолжаем говорить о том, как преодолеть страх публичных выступлений и тема сегодняшнего урока – работа над ошибками. Работа над ошибками – вообще очень эффективный инструмент в оттачивании любого навыка. И если вы пытаетесь избавиться от страха публичных выступлений, а как мы помним, страх публичных выступлений как раз ведет к большому количеству ошибок во время выступлений, соответственно, мы должны делать работу над ошибками, должны делать ее регулярно. В чем она будет заключаться? Допустим, сегодня вы выступали перед определенной аудиторией, выступили и, как всегда, собой недовольны. Если вы оставите это как есть, то это недовольство закрепится. Вы не будете помнить конкретно, чем вы недовольны, но вы будете помнить, что вы очередной раз облажались и много что сделали не так, и перед следующим выступлением коленки будут трястись еще сильнее. Если вы начинающий оратор, если вы еще не преодолели страх публичных выступлений, вы должны немедленно сделать работу над ошибками сразу после своего очередного выступления. Найдите пять минут, листочек бумаги, сядьте и детально проанализируйте, что было сделано не так, чем конкретно вы недовольны. Иногда даже само выписывание вас успокоит, и вы поймете, что не так уж все и страшно, и не так уж много было чего-то плохого. Но если плохое все-таки было, лучше это выписать, проанализировать и зафиксировать, чтобы дальше уже избегать этих ошибок сознательно. Итак, анализируем все. Поддерживали ли вы зрительный контакт? Помнили ли вы о том, что нужно смотреть в глаза аудитории? Или вы смотрели в поверхам, в потолок, в пол, на свои ботинки, на слайды, и забывали, что вы общаетесь с живыми людьми, и забывали смотреть им в глаза? Помнили ли вы о том, что должна быть нормальная естественная жестикуляция, а не нервное потрясывание рук, не беспорядочные нервные жесты, потирающие все на свете? Помнили ли вы об этом? Или вы давали волю рукам, или руки жили отдельно от вашего мозга, отдельно от вашей головы и вашего тела? Проанализируйте, что было со словами-паразитами. Слова-паразиты очень выдают волнение выступающего. Чем больше человек волнуется, тем больше появляется всяких дополнительных ненужных, ненесущих смысла слов. Появляются эканье, меканье, беканье и так далее. Много ли было этого? Это нелегко самому вспомнить, но можно по этому поводу спросить людей, которые были на выступлении и являются вашими какими-то близкими, друзьями, знакомыми и так далее. Не надо спрашивать у чужих людей, у аудитории, на которую вы пытались произвести впечатление. Проанализируйте, насколько вам удалось донести ключевые сообщения до аудитории. Насколько вы сумели донести смысл того, что хотели сказать. Это ведь главное выступление. Вы скомкали свое выступление, вам не удалось сделать эффектный финал, вам не удалось сделать эффектный зачин и расположить аудиторию к себе. Вспомните и проанализируйте, опять-таки, почему. Потому что, когда мы выходим на сцену, мы хотим быть раскованными, естественными, легко шутить, но страх нас зажимает, мы потеем, руки нас не слушаются и мы забываем об этой раскованности. И, соответственно, аудитория тоже долго не может начать как бы воспринимать нашу речь правильно, потому что видит наше волнение или видит нашу зажатость. Проанализируйте, что было в этом конкретном вашем выступлении не так и в этом аспекте. Ну и, конечно же, успели ли вы рассказать суть, да, как я уже сказал, донесли ли вы правильные аргументы и так далее. Выпишите себе все это. Я не думаю, что все было плохо, да, то есть, если это совсем первое ваше выступление, может быть. Но если это уже там второе, третье, четвертое, пятое, что-то вы уже наверняка научились делать и это тоже вас порадует. Разумеется, идеальный вариант писать все свои выступления на первых порах на видео. Так разбирать ошибки гораздо легче. Увы, не всегда есть такая возможность. Но если не смогли записать, постарайтесь тут же сразу после выступления все вспомнить. Если есть с кем поговорить, поговорите, чтобы вам сказали, указали на какие-то ошибки. Дальше вы должны эти ошибки зафиксировать. Следующий этап для того, чтобы избегать этих ошибок на следующем выступлении. Понятно, что вы не сможете сразу избежать всех ошибок, если вы начинающий оратор. Все равно вы будете волноваться и все равно на какие-то грабли обязательно наступите. Но я предлагаю вам такую методику. Вы должны на следующее выступление выбрать одну или максимум две ошибки, которые вы точно не допустите на следующем выступлении. И пусть для начала это будут легкие ошибки. Например, тот же зрительный контакт или жестикуляция, потому что с донесением ключевого сообщения может быть гораздо сложнее. Тут вам легче запутаться, тут вам легче потеряться. Начните с простого. Когда вы добьетесь успехов в простом, дальше вам будет легче добиваться успехов. В сложном вы будете более уверены в себе. Поставьте себе задачу. В ближайшие три публичных выступления я доведу до идеала работу со зрительным контактом, работу с глазами аудитории. И сделайте это, и отфиксируйте опять-таки в работе над ошибками после следующего выступления. Как только вы это освоите, переходите к следующей ошибке. Не пытайтесь все вылезать. Это не значит, что вы должны совсем наплевать на смысл сообщения. Разумеется, вы должны пытаться избегать всех ошибок. Но мы делаем упор сначала на самые простые, добиваемся того, что они у нас исчезают. Потом мы делаем упор на чуть более сложные, и потом дойдем до самых сложных. Параллельно, конечно же, мы будем использовать и другие способы избавления от страха публичных выступлений, о которых я расскажу в следующих уроках и рассказывал в предыдущих. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не забывайте делать работу над ошибками после каждого выступления. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Если вам нравятся мои видео-уроки, с вами был Тимур Асланов. Пока!